Андре родился в Казахстане, стал миллионером и построил на Бали целый город, меняющий жизни людей. Люди пожелезли 2-3 месяца и просто открывают новые фирмы, идут куда-то более успешно. Сегодня вы узнаете, что находится внутри и кто живет в городе для избранных, зачем Андре все это придумал и почему миллионер экономит на печи для хамама. Если возможно за 15 минут сделать что-то лучшее, то не стоит брать то, что на рынке. Такого вы точно не видели. Я первый раз встречаю такой проект. Мир – это гонка лучших идей. Ну что, заглянем внутрь города для избранных. Когда я первый раз приехал на Бали в прошлом году, я со всех сторон слышал Андре, 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 какой-то парень Андре, он что-то занимается, строит такой-сякой. Кто ты? Что ты делаешь? И инвестор, и дизайнер, и архитект, и строитель. Давай пересислим проекты, которые ты сделал на Бали. Много, примерно 150 вилл построил. 150 вилл? Да, да. За последние 12-13 лет 150 вилл в каждой улице в Убуде стоит под 3-4 виллы мои. Ну, несколько ресортов. Ресорты – это что? Ресорты – это когда у тебя там 20 вилл, например, и какие-то там спа-комплексы, и ресторант, и йога, какие-то павильоны. Идея построить больше не ресорс с 20 виллами, а сделать целую часть города, она уже была давно в наших головах, между двумя-тремя партнерами, моими коллегами. Примерно в 2019 году мы начали это делать, и, да, 9 месяцев спустя мы построили это. У Убуде всегда есть эти две большие группы жителей – это те, которые приехали сюда за здоровьем или за просвещением, и другие за бизнесом. Ну, мы думали поначалу даже как-то сделать такое место, где они коллайд, где мы стыкаем. Вот мы сейчас посередине с тобой, да? Да-да-да, но решили все-таки разделить, чтобы люди могли, если им нужно одно, что на йогу туда, а на бизнес сюда. У нас есть 4 йога-шала, мы построили их, и мы их даем йога-учителям, бизнес этого. То есть йога-преподаватель может написать тебе или куда-то вам и сказать, я хочу здесь провести бесплатное мероприятие, где… И каждый день у нас 8-10 часов каких-то йога-занятий, и, да, я думаю, может быть, 3 четверти из них бесплатно. Йога-уроки стоят в Убуде дороже, чем в Берлине, как это может быть? Оказывается, не было помещений, и помещения всегда брали там, например, за час йога-помещения 100 долларов. Сказал, окей, давайте будем брать только вообще за бесплатное, либо будем брать какую-то долю от успеха, от тикета. Но не нужно брать просто 100 долларов, но в дверь. Может, там всего один учитель, ученик пришел, как ему заработать 100 долларов. Класс, класс. Крутой маркс. Людям не нужно машин, не нужно мотобайков, не нужно много ездить по городу, не стоять в каких-то пробках, просто жить. Утром можно выйти из своего лофта или виллы и довезти пешком детей в детский садик и пойти в офис или пойти на йогу. Какая здесь территория? 4 гектара у нас. У нас есть опции на больше. Если мы хотим потом достроить, мы достроим. Какой объем инвестиций на весь проект? Ну, скажем, больше 20 миллионов долларов. Поначалу, когда мы открылись, у нас было всего 24 лофта готовых, они заселились. И у нас появилось просто там 300-500 клиентов в день, что будет, когда мы заселим сейчас 150 больше семей. Что меня удивило, ты здесь каждый день. Ты работаешь утра до вечера. Я вижу тебя все время в встрече, ты все время в таком движении. Это достаточно редко для Бали. То есть я вижу, что чаще люди там отдыхают, не так много работают. Это так. У меня есть своя теория на эту тему, что, конечно, когда люди живут в Европе, в России, например, то там есть определенный такой корсет общества. Это там папы, мамы, друзья, коллеги и так далее, которые сдерживают нас и дают нам двигаться только в одно направление. Ну, либо вверх, либо вниз. Я, ну, никуда не в сторону. На Бали этого окружения нету. Я, значит, люди делают, что хотят. А когда все возможно, но ничего не нужно, люди предпочитают ничего не делать. Тропические острова, они, ну, они как бы либо проявляют, показывают, что да, у тебя есть какой-то железный стержень в тебе, либо ты просто как медуза лежишь. Ну, это правда так, и люди не выживают очень долго на островах. Я бы сказал, большинство людей не сделано, чтобы жить на тропических островах, потому что они не могут обходиться с ситуацией, когда ничего не нужно делать. Стараются развлекаться как можно долго, понимают в какой-то момент, что это не смысл жизни, и уезжают, покидают этот остров. С другой стороны, если у тебя есть этот железный стержень, и у тебя есть, тебе не нужно, как бы, чтобы тебя общество направляло, а ты сам знаешь, куда ты хочешь идти, тогда, конечно, все острова очень хорошая экономическая среда, потому что мало конкуренции, да, все как медузы лежат на пляже. Сколько лет ты на Бали? 14-й год как турист, но примерно 13 лет активно работаю. Ты откуда изначально? Родился в Казахстане, но ребенком уже переехал в Германию, и вырос там, школу закончил, университет. Я объездил, actually, весь мир, но как бы на Бали долго не заезжал. Когда-то в 2007 году продал свою компанию, и подумал, что нужно отдохнуть просто от стресса, и мне нужно было в отпуск, я решил просто уехать, найти какое-то место, где особо хорошо. Я приехал на Бали и понял, мне понадобилось, может, 2-3 дня, чтобы понять, что это очень классное место, и хорошие макроэкономические какие-то обстоятельства для компаний, хорошая налоговая ситуация, много таких факторов, которые важны, чтобы где-то остаться, здесь были хорошие, и поэтому так и остались. А давай перечислим вот эти вот факторы, которые ты за 2-3 дня понял, сказал, да, это оно. Первый президент и основатель Индонезии, он любил Германию, так что он взял просто немецкое законодательство и скопировал. Законодательство понятно, оно европейское. Налоговая система довольно простая тоже. По сравнению с Германией, где у нас, скажем, 50-55% просто подоходные налоги, а сверху еще потом на тебя, может быть, 20% НДС нападает и так далее. Ты зарабатываешь миллион баксов, и тебе в конце концов остается 150 или 200 тысяч. Здесь, я бы сказал, с миллиона баксов ты мог бы оставить 950 себе, так что это довольно хорошие обстоятельства. Нету так много бюрократии, как в Европе, но чем старее уже экономические зоны, тем больше у них было времени выдумать еще больше и больше бюрократии. Да, правил, как, я не знаю, как ходить в туалет. Если бы сегодня начинался новая гонка экономическая, как бы был бы какой-то ресет экономический, и все стороны бы начинали, то все бы западные страны никак не могли бы стартануть хорошо, потому что у них так много бюрократии, так много лицензий, так много разрешений для всего, почему, зачем и так далее. А вот эти молодые страны, у которых нету много таких правил, они оставляют именно свободу действия. Вот эта американская мечта, понимаешь, как бы там от посудомойщика к миллионеру, в Америке ее повторить сейчас уже очень сложно, потому что так много правил и регуляций. А в Индонезии это довольно легко, но можно с маленьким количеством денег сделать успешную компанию и быстро добиться успеха. Чем вот здесь могут заниматься люди, которые могут добиться успеха? То есть строительство, да? Чем угодно. Нет, ну строительство даже это сложная тема, но чем угодно. Уровень жизни высокий на Бали. Я был миллионером в Германии, у меня была уборщица, которая приходила там на полдня в день и убирала. Здесь у меня есть там пять домохозяек, я повар, водитель. Все любят подводить итоги в декабре. Но знаете, что меня всегда удивляло? Почему почти никто не строит масштабных планов на следующий год? Ведь это так здорово иметь цель и распланировать путь к ней. Что если в этот раз мы попробуем сосредоточиться на тех свершениях, которые нам только предстоят? Попробуйте вот прямо сейчас представить, чего бы вы хотели добиться в следующем году. Представили? И как? Вижу цель, не вижу препятствий? Хорошо, если так. Но если путь к цели скрыт в тумане, то попробуйте методику семи шагов. Как? Узнайте на бесплатном имейл-курсе от образовательной платформы Нетология. Каждые три дня вам на почту будут приходить письма с практическими материалами и живыми примерами. При этом никакой воды и пустых мотивирующих слоганов. Нетология вообще не про это. Их курсы составляют люди, которые понимают, что обучение это большой труд и стараются сделать его интересным. Записывайтесь прямо сейчас по ссылке в описании. Во-первых, на имейл-курсе «7 шагов к цели» вы научитесь отличать истинные цели от ложных. Во-вторых, поймете, как намечать путь, чтобы прогресс не стопорился. И самое главное, узнаете, как не потерять мотивацию, оценивать результаты и вознаграждать себя за проделанную работу. А если в будущем году вы хотите освоить что-нибудь новое, обязательно посмотрите на другие обучающие программы Нетологии. Тогда и мой скромный новогодний подарок вам пригодится. По промокоду GITELMANIA вас ждет 45% скидка на любые платные онлайн-курсы на платформе. Желаю вам достигнуть всех поставленных целей в будущем году. Представь себе, скажем, если у тебя есть 10 долларов, то они в Москве, они, может быть, оцениваются как 5 долларов. А на Балик они ценой 100 долларов. Ну, примерно, допиши 0 ко всем своим деньгам. И так, примерно, ты будешь свой образ жизни строить. Если ты хочешь открыть кафе в Москве, и тебе нужно там, скажем, 300 тысяч долларов, то здесь ты мог бы открыть кафе за 10 тысяч долларов. Я, значит, в 30 раз дешевле. Сколько в Москве конкуренции? Много. Сколько проблем? Тоже много. Здесь конкуренции мало, проблем тоже мало. Если ты занимаешь у друзей 300 тысяч баксов, чтобы открыть какое-то маленькое кафе в Москве, и ты сделал ошибку, у тебя второго шанса не будет. Может, никогда в жизни. Здесь ты 30 раз попробуешь. Да, здесь ты можешь попробовать много раз. Если 30 раз попробуешь кафе, то если будешь усердно, оно убирает. Но через второй и третий вариант уже получится. В первую очередь нужно всегда уважать. Чем больше у тебя есть денег или успех, а ты уважаешь еще больше, потому что не нужно никогда быть снобом, который предупрегает людьми. Например, ты открываешь какое-то кафе, и всем соседям справа, слева, спереди говоришь, отвалите все, и я круче вас всех, я умнее, у меня больше денег. Эта информация очень быстро, возразительно распространяется в твоем районе. И потом, например, какие-то ауторитис, я не знаю, полиция, налоговая инспекция приходят и за неуважение просто тебя закрывают. У них есть такое понятие карма, что те, которые хорошо поступают, им нельзя вредить, значит, они наоборот будут тебе помогать. Те же самые, та же самая налоговая инспекция будет приходить и объяснить тебе, как платить меньше налогов, чтобы и, да. Но здесь нужно только прислушиваться и общаться. Балийский массаж 250 рупий. Но это дороже, чем по рынку в среднем. Поверь мне, если ты придешь сейчас, скажем, в Кампинске или здесь в Фос Сизенс, где массаж стоит 100 долларов, 1,4 миллиона, там очередь, чтобы попасть туда. Объясняю одно из главных уроков капитализма. В гонке к самой дешевой цене нету выигры, ну, никто ее может выиграть, ни компании не могут выиграть, ни клиент не будет выигрывать, понимаешь? Потому что, когда я хочу оптимировать по самую низкую цену, самую низкую цену может быть такое плохое качество, что клиент уже тоже будет несчастлив. В гонке к самому лучшему качеству здесь нужен подходящий ценник. И в этом есть вся предпринимательская деятельность. Может быть, одна из самых сложных вещей в предпринимательской деятельности есть ценообразование. Но никто не смотрит на цену, люди смотрят на качество, а потом создают внутренний ценник и сравнивают внутренний ценник с ценником, который они оплатили. Я заплатил всего 20 долларов за это, а ценой это было 50 для меня. И вот в этом успех. Во Франции это очень часто случается, что и у нас тоже будет меню без цен, просто без цен. Ты приходишь в ресторан во Франции, я с твоей женой, ты получаешь меню с ценами, а она без цен. Потому что ты не хочешь, чтобы она выбирала еду по цене, она должна выбирать то, что она хочет. Правильно? Очень большой ареал, может быть, 2000 квадратных метров, где мы построили 4 сауны и 2 хамама. Я сюда ходил, да. Мне понравилось. О, сейчас она работает, да? Ух, она, наверное, камера запотеет, да, только? Когда я здесь был с Димой, Дима сказал, что это ты придумал, как сделать вот эту печь. Да. Вот эти, вот это как дверные ручки, что это дверные ручки, и ты вот такой фактически собственный дизайн сделал. Ну, потому что я смотрел на рынке, залез в магазине, там, в Харви, а не маркет-лидер, как бы, Мерседес, это финландцы. Да, да, я посмотрел, что внутри, из чего это сделано. Это тонкая нержавейка, это тонкие какие-то там, ну, сварка простая внутри ЯЗО, и ничего профессионального в этом не было. Я, так что, я подумал, что ставить какое-то такое, ну, ведро жестяное сюда, это было бы, ну, не стильно, так что мы просто обсудили, как сделать самую лучшую печь. Не очень сложно сделать сауну, значит, но ни у кого нету такой сауны, и нужно делать что-то умнее и по-другому. Делать, как все, значит, заказывать что-то от Харви, это могут все, а сделать лучше, это не все могут. И дизайн гораздо лучше, и даже энергоемкость лучше, и все. Ну, мы просто взяли индустриальные какие-то там термометры, термодатчики. Всегда стоит взять 15 минут и чуть дольше подумать, если, возможно, за 15 минут сделать что-то лучшее, то не стоит брать то, что на рынке. Харви продавала нам за 200 долларов, примерно, там, кубометр лавовых камней, камней. Нам здесь ехать 20 километров до настоящего вулкана, и мы собрали лавовые камни зарплатно. Так что я зачем вестил лавовые камни с Финляндии в Индонезии, да, это же гораздо проще. Я вот что хочу понять, когда ты делаешь большой здесь проект, здесь большая территория, и спа, и фитнес, и каворкинг, и рестораны, и невероятное количество деталей. И кажется, с точки зрения управления, что надо выбирать какие-то главные вещи, на них фокусироваться, а ты лично выбираешь ручки дверные для того, чтобы поставить подпечь. Каждый день есть у тебя другое ударение. Ты можешь каждый день обращать новое внимание на новую вещь, как бы, ну, представь себе, это как будто ты, большой проект, это как поезд, который едет по рельсам, и ты знаешь, мы всегда знаем, это мы строим первым, это мы строим вторым, третьим, так далее. И вот очень важно никогда не терять интерес, смотреть в окна, и тогда в какой-то день ты проезжаешь в сауну, и у тебя есть внимание именно посмотреть на все детали и выдумать дизайн. Логично весь дизайн, эти там тоже бронзовые, бронзовые, да, эти бляхи, это как бы такой лаки-чарм. Ты тоже выбирал каждую? Ну, конечно. И вот эти деревяшки тоже выбирал? Все, все, ну, весь дизайн. И вот эти каждый кирпичик тоже выбирал? Да, да, ну, логично весь дизайн, как бы, да. Часто мы покупаем какие-то декорные моменты, мы покупаем гораздо раньше перед проектом. Ты невозможно купить их в то время, когда ты строишь. Значит, у меня есть склад с вещами, где мы покупаем вещи. И здесь просто тебе нужно понимать, какие у тебя игрушки есть. И, значит, у нас было, например, пять таких черных ламп, и вот было именно точное количество вот этих вот зеркал. И мы такие, окей, вот, значит, они здесь сюда принадлежат. Этот бар или вот эти вот стены сделаны все с поддонов. Это есть японская техника, когда ты просто, ну, огнеметом прожигаешь со всех сторон. Это делается для того, чтобы термиты не ели. Ну, термитом горько, если он сжженный. И вот, и потом мы просто обожгли вот эти вот все европоддоны, разобрали их на запчасти и сделали очень прикольный бар. Это выглядит как лада или, ну, если ты знаешь. Достаточно дорого выглядит. Да, нет, прикольно. И мы это используем потом. Это поддоны из-под мрамора. Да, да, да. То есть вот эти там. Да, самый лучший материал, который тебе дали за бесплатно, да. Это будет русская баня. Она самая такая интересная. Ух ты. Она висит над рекой. Ух ты. Ну, будет прикольно. Давай зайдем. Все, стройка, стройка, тоже кадр. Можно, можно. Это на пути в русскую баню. Я зову. Как бы мы сделали специально ее, ну, как бы таким низким на выход. Там будет стоять печь. И, да, да, чтобы горячий воздух шел туда, именно когда ты дверь открываешь, не уходит. Когда я выдумал эту систему, как бы вот, ну, как бы такого потолка, я подумал, почему не все русские бани так построены. Потому что, actually, если, ну, потолок ровный, то воздух выходит. Я подумал, если это русская баня, то ее нужно, всю емкость нужно купить огромных деревянных медведей и подвешать, ну, заполнить пространство русской бани полностью медведями. Что ты заходишь в русскую баню и, в первую очередь, ты видишь, там уже 30 медведей стоят. Чтобы уменьшить емкость воздуха, понимаешь? Это было мое решение. Но потом я выдумал этот клин, крышу, и сказал, окей, это тоже садитесь. Ну, идея с медведями мне все еще нравится. Класс. А скажи, пожалуйста, когда все закончится? Нет, этим уже пользуется сейчас. Это хамам. Тоже мы уже включали. Дорогану тоже ты выбирал. Да, да, конечно. Когда закончится месяц, но уже будет все завершенность полная? Понимаешь, проект, если честно, два года или три года спустя, когда я уже все построю и будут же люди жить, может быть, два года спустя я дам окей, что он теперь построен. Потому что конкретно, ну, как бы, одно дело, это быстро. Вот все, что ты сейчас видишь, это быстро. Это быстро, например, как за бедра выстрелить, да? А по-настоящему… Окей, еще докручивать какие-то детали. Да, да, докручивать детали. Смотри, такой интересный вопрос. Здесь распространено не покупать землю, а брать в аренду там на 25-50 лет. Так оно и есть, я. Вот ваша земля здесь, она в аренде? Она в аренде. Ну, у нас есть, у нас есть опция, сейчас она 32 года, но у нас есть опция выкупить всю землю. На себе? Да, да. А, окей. У нас дома живут примерно 30 лет. Я зоо, значит, через 30 лет люди уже говорят, ну, нужно капитальный ремонт, либо сорвать, построить что-то новое и так далее. Значит, привязываться к себе к чему-то дольше, это одно дело. Потом, ну, как бы, я строю примерно сейчас 10, что эти здания будут стоять примерно 50-60 лет. Нет, не нужно планировать на 100 лет, ты не будешь жить 100 лет, я. Хотелось бы. Не, ну, если ты, ну, я имею в виду. Я понимаю. Я, ну, я всегда так строю, что моим детям для пенсии хватает. Если ты не уверен в экономике проекта, не начинай проекты, я. Ну, логично, ты уверен. В этом и есть прикол, ну, жизненного опыта или бизнес-опыта. Ты должен, ты всегда знаешь. Если ты не знаешь, ну, скажем, окей, ты стоишь сейчас на мосту, и тебе говорят люди, прыгай, прыгай, прыгай с моста, а ты не знаешь, какая глубина, тогда лучше не прыгай, да? А все. А опыт имения, там, я не знаю, 50 или 100 компаний в том, что ты знаешь, какая глубина, понимаешь? И то, что ты можешь уверенно прыгать там, где другие не прыгают. Или наоборот, ты отбираешь места, когда нужно прыгать, а когда нет. Когда точно 100% выигрываешь, тогда прыгаешь. Как здесь с точки зрения экономики? Сколько лет ты закладываешь на окупаемость? Окупаемость очень хорошая, ну, меньше 5 лет. На все инвестиции? На все инвестиции, ну, логично, да, да. Интересно. А я первый раз встречаю такой проект. Почему? Когда одновременно на такой территории есть все основное, что нужно для жизни. Есть такие еще проекты в мире? Принцип гейтед комьюнити, который есть, ну, в Америке, где они строят как бы там какой-то поселок, в центре есть несколько ресторанов, там, голф-клуб, магазины, детские сады и так далее, и вокруг там тысячи домов. Это гейтед комьюнити. Просто часто эти гейтед комьюнити просто закрыты для паблик. Кто-то, кто не имеет дома в этом, именно на этом, в этом городе, не может сюда приходить. Поселок такой. Да, это закрытые поселки как бы. Они принципиально есть и у вас в Москве, но я не знаю, насколько у них там есть магазины и рестораны, которые авейбл, ну, открыты для паблик трафик. У нас есть все равно опция тоже закрыться в какой-то момент, если нам будет хватать своего трафика. Сейчас мы сделали это в открытом, где публике можно приходить и пользоваться этим. Принципиально, может быть, есть разница между нами и другими такими поселками, потому что есть обычно во всех этих поселках, в первую очередь, они хотят просто получить деньги за купленный дом. Мы стараемся не продавать ничего, мы хотим сдавать все в аренду из-за того, что мы хотим контролировать, кто здесь живет. Если мы продали кому-то, мы бы потеряли контроль, кто будет жить. А здесь мы хотим иметь какой-то комьюнити, гайдлайн. Есть какой-то договор социальный, социальный, которые люди, все, которые въезжают, подписывают, что значит, ты не можешь дебоширить, не можешь бить жену лицом об стенку, я не знаю, и громкую музыку гонять там и так далее. Просто не мешай людям жить. Живи достойной жизнью, и тогда окей, все будет хорошо. Интересный аспект нашего проекта будет, что какая-то часть жилых единиц будет даваться как гранты за бесплатно артистам или интересным личностям, которые будут тянуть по себе именно сам проект. Понимаешь, как бы культурный отпечаток проекта будет расти. Вот там, это же опасно. Что опасно? Куда могут свалиться дети? Нет, ну, если ты видишь, мы построили везде уже, вот там, где деревья растут, там всего метр падать. Ну, вот там достаточно высоко. Ты видишь, там сейчас новый встал бортик, где тоже деревья встанут. Видишь? Логично, еще раз. Я просто недавно видел, здесь ребенок бежит, я прям в панике. Я точно так же ругаюсь с родителями, которые просто отпускают своих детей. Это бассейн? Да. Какой он длины? Он 100 метров, если считать все. Но если не считать лагуну, то может быть там 85 или 85. 100 метров, это, наверное, самый большой бассейн на Бали. Общественный, по примеру. Да, я бы строил длиннее, если бы меня мои партнеры отпускали. Сама идея была сделать этот бассейн, чтобы он пронизал вот это вот здание, которое позади, и даже надвисал над речкой там. Но такой был инициальный план. Но все всегда такие, а-а-а, нет, это недорого. Ну, как бы, просто все партнеры такие, зачем это нужно? И всегда приходится в какой-то момент сказать, «Окей, Лег, хорошо, пусть будет чуть короче». Как вы думаете, без чего невозможно развитие бизнеса? Инвестиции, партнеры? А что, если я вам скажу, что это цифровые технологии, которые помогают автоматизировать бизнес-процессы и точно выбирать целевую аудиторию? С этим вам поможет Мегафон, который специально для новых абонентов подготовил новогодний бонус – 3000 рублей на развитие бизнеса. Если вы хотите использовать технологию на полную, подключайте продвинутый корпоративный тариф «Управляй», про который я вам уже рассказывал. Виртуальную АТС или Мегафон Таргет, либо любое их сочетание. Виртуальная АТС – это единый многоканальный номер. Он помогает распределять вызовы, анализировать звонки и интегрировать телефонию в свою CRM-систему. А Мегафон Таргет помогает находить релевантную аудиторию и проводить успешные, таргетированные рекламные кампании. В честь кануна Нового Года для новых корпоративных клиентов Мегафон подготовил подарок. По ссылке в описании вы можете оставить заявку, после чего с вами свяжется менеджер и подключить тариф «Управляй», виртуальную АТС или Мегафон Таргет. Или, если хотите, все сразу. Когда все будет готово, на счету вас будет ждать 3000 рублей, которыми можно оплатить 100% стоимости любой из этих трех услуг. Что такое 3000 рублей для бизнеса? Это полгода корпоративной связи или примерно 1000 таргетированных смс бесплатно. Не упустите такую возможность. Переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь до 19 января, чтобы получить новогодний подарок от Мегафона. Кстати, вот насчет партнеров. Я вот так вот слышал от тех, кто там здесь инвестировал или был с тобой в партнерстве, что ты очень жестко отстаиваешь границы творчества. Ты никого не пускаешь, говоришь, вот это мое видение, это моя картинка, это мой продукт. Логично. Не лезьте, я вот все сам. Потому что, да, если бы они знали это лучше, они бы сами его строили. Но не нужно партнеру говорить, как шить пуговицы. Если я архитект, а они, скажем, что-либо другие профессии имеют, адвокаты или какие-то маркетологи, то пусть они занимаются своими вещами, пишут договора или продают какие-то вещи я кому-то. Если я архитект и строитель, то я логично знаю самый эффективный, самый лучший путь. Не то, что мне не нужно их мнение. Я имею право, как бы, с моей стороны сказать, окей, мое мнение лучше. Я все равно честно стараюсь прислушаться и оценить всегда. Каждый раз вновь. Даже самые непрофессиональные мнения могут быть умнее, чем мое мнение. Да, здесь очень много есть вещей, которые были построены там. Зубной врач из Киева посоветовал сделать здесь пляж. Мы сделали пляж. Значит, он не строитель, но он просто сказал, а почему ты сделал здесь пляж? Я такой, вау, да, это классное место для этого. Но, значит, есть много, часто какие-то работяги говорят там, так, пока Андрей, почему здесь не сделать так? И я такой, блин, я, я, ну, со всеми своими знаниями, я не думал, что, да, это проще, окей, сделаем так. Значит, прислушиваться нужно ко всем. Мир – это гонка лучших идей. По поводу апартаментов, сколько уже введено в эксплуатацию? Здесь 24 лофта и апартаменты уже готовы, и они заселены, и, говорю, стоит огромная очередь. Сейчас все занято, нельзя ревать? Все, все, все занято. Сейчас захочу здесь пожить, нельзя, все занято. Нет, все занято, логично. Ну, и все занято. Даже сейчас пандемия, нет туристов, все занято. Еще раз, у нас за 200 семей в очереди, чтобы вселиться. 200 семей? За 200. На 24? Ну, я думаю, что на эти они уже больше ждут. Ну, понятно. Я не думаю, что здесь кто-то выезжает. Если выезжают люди, часто тайно выезжают, своим друзьям сдают, как-то передают ключи, чтобы, это мой друг, он только поживет три недели, и потом понимаем, что окей, потом переоформляем каким-то путем. Ну, говорю, здесь просто идет такая тайная передача ключей, чтобы не потерять место. Вот она в силу продукта, да? Нет, ну, просто, есть определенная как бы комьюнити. Все, кто здесь сейчас живет или даже уже жили и уехали, у всех как бы позитивно изменилась жизнь. Люди пожили здесь два-три месяца и просто там открывают новые фирмы, идут куда-то более успешно, потому что это просто здесь как бы позитивный жизненный опыт. Например, сейчас из 24 жильцов, ну, семей, которые живут здесь, 7 из них хотят купить уже. Например, я думаю, что мы сделаем сейчас просто маленький ивент и продадим все. У нас все 18. Мы решили просто построить 18 как бы таунхаузов и мы их продадим только своим, как бы, своему кругу друзей или знакомых или жильцов, которые уже, ну, как бы, являются часть нашей комьюнити. Окей, за сколько ты будешь эти таунхаузы продавать? Довольно нормальной суммой, кажется, 179 тысяч или что. За сколько квадрат? Примерно 120-130 квадрат. Это примерно полторы тысячи долларов за квадратный метр. 170 тысяч долларов, человек получает таунхауз в этой локации, но при этом через, там, 30 лет он, как бы, перестает быть его. Ты понимаешь, что это реальность для всех домов в Индонезии? Когда финку покупаешь в Испании, ну, скажем, ты купаешь хоть за 10 миллионов, хоть за 100 миллионов баксов, ты покупаешь себе усадьбу в Испании. С твоей смертью она становится государственным владением. Я окей? Поэтому все... И нельзя передать... Нет, все, да. И все усадьбы, поэтому в Испании, например, покупаются на ООО, и в этой ООО ты главным директором, например, занесен, а твой сын замдиректором. Когда директор умирает, новые остановятся автоматически. Что делается и в Индонезии? Ну, скажем, землю купить под виллу и нужно потратить 300 тысяч долларов на покупку земли. Либо ты купишь землю и виллу за 200 тысяч на этой же земле и будешь пользоваться 30 лет. Я не думаю, что 30 лет спустя у тебя будет еще интерес сюда приезжать. Я... Ну, как бы... Но в течение этих 30 лет ты можешь, например, сдавать эту виллу. Первые 5 лет ты отработал свои деньги обратно. В другие 5 лет ты в 2 раза умножил эти деньги. Какие твои проблемы? Ну, я имею ввиду, нужно смотреть на все это как бизнес-транзакцию. Если ты покупаешь машину, ты тоже ее покупаешь на какое-то время пользования. Это разный класс актив. Точнее, машина пассив. Ну, а реаллситет, теоретически, да, конкретно на реаллситет, если ты будешь сдавать его в аренду, ты будешь получать 20% годовых. А Rolls-Royce ты очень трудно сможешь сдавать в аренду. Так что я бы сказал, что есть в этом, но в свой бизнес, если ты разделишь эти же вот 170 тысяч долларов на 30 лет пользования, то у тебя очень маленькая арендная плата получается, да? Нет? 5 тысяч? 5,5 тысяч долларов в год? Это по 400 баксов в месяц ты имеешь в виду? Неплохо. За 400 баксов в месяц иметь классный дом, построенный с немецким качеством на Бали, не так плохо. Сколько уже провели мероприятий здесь? Мы сейчас, примерно, 200. Ну, за 200 я, да. Какой процент здесь? Мы на Новый год мы ровно на Новый год были открыты 4 месяца и было больше 100 мероприятий, сейчас больше 200. У нас есть дни, когда мы 4-5 мероприятий в один день проводим, потому что, ну, день, я не считаю вообще какие-то мероприятия в йога шале. Мы говорим сейчас только об этом помещении. Вот если взять все вот эти 200 мероприятия, какой процент ваш собственный, какой, конечно? Он, процент собственных мероприятий растет. Мы можем контролировать только то, что свое. Поэтому, в конце концов, любое, ну, успех, если ты хочешь, ну, планировать успех, для этого ты должен, говорю, контролировать. Ну, хочешь кушать вкусные сосиски, делай их сам. Как организовать ресторан? Это просто тебе нужно создать классное пространство, дать ему название, как ребенку, да, это вегетарианское пространство, да. Значит, мы делаем определенную тему вегетарианскую, да. Но это же интеллектуальное упражнение, создать пространство, где себя чувствуют клиенты хорошо. Для heavy metal чудаков нужно другое пространство, чем для вегетарианцев. Создаешь меню, условия, кухню, подходящую к типу еды, которую ты хочешь здесь продавать. И вот так. И просто обживаешь это пространство. Что за водичка? Чемпака. Чемпака. Это цветой такой цветок. Это тоже ты придумал? Каждый доллар, нет, это Ираклия придумал. Я, Зо. Но я думаю, это чемпака, каждый цветок стоит примерно 3 доллара на рынке. Ничего себе. 50 тысяч. Я сейчас выпью где-то несколько центров. Ну, попробуй просто. Это очень, она получается ароматизированная и это очень полезно. Это тут цветок, с чего делается сюда можно, да? С чего делается Шанель номер 5. Я? Да? С этого цветка, да. Ничего себе. Парабали. Парабали. Ты здесь живешь достаточно давно. Сейчас ты здесь занимаешься этим проектом. Сколько он еще займет лет? Этот год мы достроим, я думаю. В этом год достроите. И потом ты сказал, что тебе еще нужен год-два, чтобы точно сказать, что проект... Нет, мы будем, это не будет, ну, как бы, это не будет единственным моим ударением тогда. Мы будем строить сразу парк номер 2 и номер 3. Закрепили за нами или закрепляем 50 гектаров в горах, я, ну, в таких кедровых горах на Бали, примерно 2000 метров высоты, там будет построен парк номер 2. То есть он будет больше, чем этот? Нет, но он будет по площади больше, потому что там земля гораздо дешевле. В Убуде земля стоит в 10 раз дороже, чем там. Сколько мы потратили здесь на 4 гектара, там 50 гектаров стоит дешевле. ты собираешься наоборот дальше от океана идти, горы, хотя есть там Чингу или Улувату, которые более популярны. Чингу это для шахтеров, ну, как тебе сказать, для австралийских шахтеров, которые хотят там напиваться, и это не обязательно мой, ну, мой феврит, клиентура. Улувату. Улувату, да, и вот, если мы будем строить, строить что-то на море, мы будем строить в Улувату. Я, у меня уже есть полгектара, нужно просто чуть-чуть докупить, может быть, до полтора гектара там, и, и тогда будет хорошо. Улувату гораздо более мой вайп, ну, говорю, это как бы серф, хороший вьюс, свежий воздух, и, да, нету пьяных шахтеров, да. Окей, то есть ты будешь строить второй, третий парк, да, и на этом больше останавливаться, или ты хочешь, сама идея, сама идея, почему, почему мы строим что-либо, не для того, чтобы было больше, а чтобы дать мобильность нашим жителям. Значит, если ты живешь в Убуде, то ты можешь потом, ну, в полном, неорганизованном, хаотичном, анаркотическом порядке своппинг апартменты с кем-то. Ну, сейчас ты хочешь пожить два месяца в горах, я, то у нас будет какая-то платформа, где люди могут ставить заявки и хочу поменять квартиру в этом месте и на это место, и чтобы люди сами между собой договаривались и мобильность была. как бы, само, само, само название недвижимости, это иммобильяры, значит, не мобильность, не мобильность. Мы хотим добавить мобильность в слово иммобильность, и дать людям чуть-чуть свободу, потому что это было бы настоящее качество жизни, когда ты мог бы пожить там два месяца на море, я потом пожить где-то, говорю, в зеленых наших лугах и потом пожить в горах. У тебя такое, знаешь, удивительное сочетание двух вещей, которые редко встречаются. С одной стороны, высокая концентрация на очень небольших деталях, типа, ручка от печки, а с другой стороны, ты видишь картину в целом, ты говоришь, так, районы такие, страны такие, то есть, ты видишь макро-тренды. Как тебе удается вот это сочетать? Потому что обычно люди либо, так сказать, витают в стратегии и говорят, мы захватим мир и борозят корабли, либо наоборот, закапываются, так сказать, руками и не видят ничего вокруг. Как тебе удается вот это сочетать? Это уникальная способность? ну, я бы сказал, это все наработки, если одним, если русским словом, но есть очень классная японская такая мудрость, что бери, бери маленькие вещи всерьез, ну, большие вещи с легкотой, ну, как бы, с легковизной, я не знаю, как это правильно, с легкостью, я, ну, как бы, и вот, именно, не бойся больших проблем, бери их, как бы, с легкостью, потому что, часто люди делают наоборот, на мелочи не обращают внимание тогда качество жизни или суть жизни часто в мелочах, я, а большие вещи, которые, может быть, мы там боремся против каких-то там, как Дон Кихот, против каких-то там, драконов и монстров, они, может быть, несерьезные, либо, мы чуть-чуть много боимся, что они нам, как бы, ну, портят жизнь, а, в принципе, это отдаленные, большие проблемы или большие задачи, это часто отдаленные задачи, и они не близкие, а, когда ты, когда, дракон так близко, что ты видишь чешуи, тогда стоит обратить внимание, как, на мелочи. Вот, в том, где мы сейчас находимся, это что такое? Вот это коворкинг? Это будет, да, open-air коворкинг, одни хотят сидеть в кондиционерах, и чтобы было удобно, и это, другая такая радикальная фракция говорит, что, ну, нафиг я уехал откуда-то с родины, чтобы не сидеть в офисах, я, значит, именно нужно людям и это, и это, как бы, пространство, две климатические зоны, это как минимум, я, и это пользуется успехом, потому что люди, есть фанаты этой зоны, и есть фанаты сидеть внутри. Как ты вот это понимаешь, что нужно климатические зоны? Нет, я, ну, обращать внимание к деталям, нужно всегда, всегда обращать внимание к деталям, если ты любишь детали, то все, из деталей, из многого количества деталей, общие сложные концепты очень легко понимаются. Скажем, если ты никогда не потратил внимания, чтобы понять, как работает гайка, то тебе наверняка невозможно будет когда-либо построить там велосипед. Если ты спросишь сегодня взрослого человека, как работает там мотор внутреннего сгорания, все люди такие, ну, окей, я, все, а это, например, интересно знать, если очень часто, да, ну, логично я знаю, но я имею в виду, я знаю, как атомный реактор работает, потому что мне интересно, мне интересно знать, как, я, но я имею в виду, это же часть общего понятия мира, если ты понимаешь мир, если ты понимаешь мир, в его частях, то ты понимаешь его лучше в целом. Когда говорят про атмосферу, вот это чувствуется атмосфера, да, люди все что-то делают, создают одежду, создают какие-то, как это называется, ювелирные украшения, бижутерия, улыбаются, кушают. Так, это тоже ваше кафе? Да, да, конечно, и наш зал выпечки, мы понаблюдали, кажется, 4-5 месяцев, и поняли, что one point of sale, это очень чуть-чуть, получались здесь очереди, там, 100 человек при ивентах, потом мы решили просто отделить кофе ребят, но просто нужно всегда, никогда не бояться осознать ошибки, ну, скажем, у тебя год назад была классная идея, если бы ты никогда не переспрашивал эту идею, она все еще самая лучшая, ты же тебе еще год старше, у тебя год больше опыта, и поэтому нужно всегда, говорю, никогда не бояться собственной даже идеи контролировать, лучше ты найдешь ошибку, ее исправишь, перед тем, как рынок или твои конкуренты найдут и исправят эту ошибку, потому что, это очень часто одна из самых частых проблем в предпринимательстве, что люди поняли какую-то проблему, нашли они решение и очень довольны этим решением и никогда больше не улучшают это решение, а вот здесь ничего нету постоянного, все временно, особенно в экономике, здесь нужно дальше и дальше и дальше двигаться и говорю, не лениться. А это вот зона, здесь такие малые мероприятия. Да-да, это маленькая сцена, у нас есть большая сцена и мы делаем сейчас огромный конференцный зал на 600-800 человек, но он уже построен, мы там были, это принципиально не коворкинг, это как бы, это часть кафе, которая является free коворкинг, я знаю, если ты что-либо покупаешь, пользуешься как бы услугами кафе, то здесь можно сидеть за бесплатно. У нас есть точно такой же этаж, сверху дублирован, как более профессиональный коворкинг, но из-за ковида мы его не открыли, сейчас там просто школа, ну как бы primary или middle school, мы впустили. А будет именно коворкинг? Да, будет коворкинг, но там ничего не нужно как бы покупать или чем-то пользоваться, кроме ты просто находишь себе свое любимое место, ну как бы работы и просто оккупируешь его и сидишь. Hello guys, nice to see you. Что это за люди? Это два классных дизайнера. Интересная мода, интересные фасоны, интересные... Они занимаются кожей в основном, дорогие какие-то кожаные сумки, кожаные какие-то там... Кожаная мода. Но прикольно. Что вот интересно, когда я был на Бали, здесь вложилось ощущение, что очень разрозненная аудитория. Здесь, как ты говоришь, шахтеры, тут приехали-уехали. И ты берешь и делаешь проект, в котором самый большой конференц-зал, самый большой бассейн, наверное, самый большой, может быть, точно будет один из самых современных спортзалов. И вроде бы кажется, что классно, делай лучше всех и будет востребовано. Но, например, как ты решился, что зал должен быть именно на 800 человек, на 600, а не на 5000, а не на 200. Учитывая, что здесь вроде бы нет спроса на... как понять спрос на зал на 800 человек, когда сам большой зал сейчас на острове 200? Ну, окей. Это легко объяснить. Но еще раз, большинство уроков, которые нам нужно знать в жизни, например, есть ответы в Библии. Ноев Ковчег, когда он строил тоже свой Ковчег, ему все говорят, ты что, с ума сошел? Зачем ты это строишь? Кому это нужно? Потопа вообще нету и так далее. Я, Зо, а у него было Максима, если ты это построишь, они придут. Я, Зо, точно так же в архитектуре или в проектах ты должен строить, и люди придут. Один из самых главных вопросов в капитализме, это что было сначала? Спрос или предложение? Ну, это как бы яичко или курочка, но ответ есть, даже нету даже какого-то сомнения в ответе. Конечно, всегда должно быть предложение первым, потому что спрос наладится. Поверь мне, это одно из первых правил Harvard Business School. Это первый урок, ты приходишь, они тебя спрашивают, а что сначала было, как бы спрос или предложение? И все-таки, это иногда так, иногда так. Нет, вообще всегда есть, только не может быть спроса на продукт, который ничего не существует. бери Генри Форда, он первый автомобиль сделал. Какой был спрос на автомобили тогда? Не было, но никогда не было. Там был спрос на определенную потребность, передвигаться, так далее. Я, конечно, не жил в те времена, не знаю, но была очень понятна потребность передвигаться. Я читал его мемуар, и он написал, что какой прикол, если бы он спрашивал клиентов в то время, делал опросы клиентов, то они бы сказали, сделай нам быстрее лошадей. Они даже не думали о другом виде продуктов, транспортации. Как понять, какое предложение сделать, чтобы оно в итоге оказалось востребованным? Здесь ты. Давай сейчас послушать, скажешь, а я тогда приеду на Бали и построю конференц-зал на 10 тысяч человек. Нет. И вряд ли... Судьей всегда являешься ты. Первым. Но тот, кто строит, но мог построить надувную лодку, маленькую, либо мог построить, говорю, так, чтобы каждая тварь по паре залезла. Тот, кто создатель, он и создает определенные рамки игры, правила игры. Вот это важная часть. Как угадать, какое предложение, потом создать спрос? И здесь мы надеемся, всегда надеемся и можем полагаться только на наш интеллект. Если бы я делал опять же опросы, мне бы сказали люди, ну, строим там в Нузадуа или строим бы где-нибудь в Чангу и так далее. А я думал, что в Убуде самое большое количество семей и экспатов живет длительно, а на побережье всегда только туристы приезжают и уезжают. Мне не хочется иметь, ну, как бы, работать с сезональностью. Ну, как они в Сочи это делают. Они берут на работу людей на 3-4 месяца, а потом всех увольняют. И потом следующий сезон опять берут на работу и всех увольняют. Это пандемия была. Сейчас, конечно, другая ситуация. Ну, я имею в виду, да. Ну, сезональность это яд для доходов или как бы для постоянных, ну, как бы, экономического успеха. Потому что строить что-то для туристов, ну, зачем это нужно? Мы хотим строить это для тех, которые будут ценить качество, которые будут приходить сюда каждый день. И когда пандемия началась, у нас не было, мы не заметили. Мы не заметили, что туристов меньше стало. Потому что тот же контингент клиентов, который у нас до этого был, был даже после этого. Мне кажется, когда откроются границы, здесь будет еще больше народа. Будет какой-то эффект, что будут какие-то внешние люди. Я, но еще раз, все равно костяк наших клиентов мы будем знать, понимаешь. Это, скажем, сейчас в среднем 500 человек приходят сюда в день, но потом будет тысяча приходить. Но наши 500 все равно будут приходить. Любой ресторан, даже в Москве, не живет от туристов. Они живут обычно, они открываются, сливают какое-то количество денег на рекламу, чтобы привлечь, там, скажем, 5000 клиентов. Из этих 5000 клиентов там 500 клиентов становится их главными, постоянными клиентами. И они живут в следующие 10 лет именно постоянными клиентами. Они не живут всегда приезжими. Если ты хочешь жить всегда приезжими, тебе придется сливать каждый месяц большое количество денег на рекламу. Что в конце концов, ты, может быть, тратишь больше на рекламу, чем ты зарабатываешь на этом ресторане. Поэтому сама идея любого проекта или экономический успех длительный зависит от количества твоих постоянных пользователей, а не случайных пользователей. Мы шли по пустыне и увидели у вас здесь киоск и зашли. Нет, тебе нужно, чтобы люди приходили там сдалека и скакали именно на твой киоск, потому что там самый лучший лимонад. Супер. Спасибо тебе большое, что ты видел время. Очень крутое пространство. Желаем тебе 3, 5, 10, 100 парков по всему миру. Постараемся. Я думаю, что это будет круто. Спасибо тебе большое. Так же. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok